все запись прошло приветствую господа итак вы на канале ким кастомс и это видео о том подойдет ли зажигание от 140 вкина 125 q вернее даже от 140 вкина полотенник на альфу на дельту в общем займы заменяем или они вообще все виды этих зажиганий итак мы имеем блок у нас 139 это альфа-дельта полотоз потерялся чистый полотно альфа-дельта вот так вы что-то думаете странно выглядит вот это будет следующих видео кто подпишется поставить колокольчик тот узнает это был вот полтос с верхним стартером альфа-дельта вайпер шмайпер вся вот это вот лабуда вот эта гречка и так в чем звуча заключается весь этот прикол в этом видео будет очень коротко о том подойдет ли она и все а дальше будут другие видео так вот просто у меня пришла короче вот у меня просто такая проблемка небольшая идет тюнинг диска и меня не устраивает родное зажигание просто я переделал под 125 q вот такое вот ведь спилил стартер вот эту крышку а буду выкину и так что мы имеем а вот это зажигание от 140 ковки без генератора как вы заметили это крышка просто катуха и магнит 140 вот крышка 140 ну и 125 и так как 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 все начать вот смотрите допустим штатный полпоз восстанавливаем все на место вот эта крышка как вот эти две плиты зажигание у нас процентов так сказать 50 одинаковые даже 80 сказал вот эти вот главное что нам нужно это база вот это ну диаметр вот этот и ниже всего как бы отверстия вот эти все чтобы все совпадало далее у нас здесь как вы заметили сальник здоровый тут маленький сальник это к этому вернется позже и так главное подойдет ли это плита по креплению как будто я штатную снял от 140 ковки подходит сюда просто идеально все отверстия резьбы все совпадает идем дальше значит уже в теории мы можем туда установить второй нюанс самый главный нюанс как вот самый первый главный нюанс то что катушка у нас установлен здесь в крышке а здесь катуха установлена самом двигателе в этом заключается и второй нюанс то что магниты у нас разные полтос и 140 к конуса у магнитов тоже разные как сказать реверсивные один допустим с этой стороны конус с внутренней на расширение идет а здесь снаружи тем самым магнит устанавливается на полтосе вот так вот у нас мы поняли да катушка в него входит вот она 140 очки у нас магнит устанавливается вот так вот и и кстати берем нашу прибегаем копилку коленвалов вот у нас колено от сороковки конуса у на всех коленвалах одинаковые что я заметил что 125 к тоже вот могу вам показать вот все они взаимозаменяют магниты конуса резьбы все одинаково есть разница в диаметре под подшипник уже дальше расширение идет и под звезду грм с этим мы тоже сталкивались это все будет новых видео вот магниты значит нас подходят есть теперь у нас другая проблемка подходит ли все метки на магнитах так как шпонка здесь у нас вода выставим допустим шпонкой вверх и здесь шпоночкой вверх вот датчики у нас есть но тут конечно очень плохо видно но если их сопоставить на глаз то здесь имеется маленькая разница она заключается во первых в ширине вот этих пятачков под датчик холла у них она почему-то разная здесь у нас 14 миллиметров а здесь у нас 16 миллиметров вот это может кстати сыграть в будущем кое-какую злую шутку искра может быть длинна либо слишком ну не слишком но поздняя либо ранее к этому с этим я еще не сталкивался это будет все впереди вот еще одно видео потом заключение по зажиганию так в теории у нас уже значит три проблемки мы прошли катухи и плита магниты конуса все встает идем дальше чем еще вы столкнетесь с сальником так вот смотрите вот это родная плита у нас устанавливается здоровенная неё вставляется так ты иди отсюда вот это вот лабуда обгонка то есть вот так вот этот сральник становится у нас получается вот такой вот пирог один сальник второй сальник вот и все медвес плюс сам магнит давайте теперь взвесим так плюсы и минусы 140 ковки от 125 берем нашли гитарные весики я уже тут выучил китайский не раз люди шутили разбираешься в этих кнопках разбираюсь смотрите это у нас 100 давайте начаться сороковки все-таки 140 . ну 965 грамм вес самой катухи это первый нюанс так теперь у нас 125 кило 116 уже да как насколько она тяжелее и еще вот этого буду тоже не забываем ну ладно плиту мы оставим вот эта херня у нас тоже имеет вес и она иногда вращается вместе со всем же с вашим зажиганием когда вы нажимаете на кнопочку стартер мы ее можем не докидать конечно я бы докинул все таки потому что мы от этого веса будем избавляться ну кило 350 против 960 уже есть разница выключаем весы убираем плюс уже у нас плюс идет на 140 далее так тут еще да не докинул ролики должны быть вовнутри обгонки потому что еще один минус этой херни то что у нас идет большая потеря на во первых на массу во вторых на дохерна тут стальников на трение уже идет также еще один нюанс я забыл рассказать то что у нас вот эти метки вот эти вот видите здесь есть ft и все как такое вот держание вот эти они абсолютно не будут подходить по ним уже выставлять не нужно будет зажигание ну и грм потому что у нас буду здесь все зеркально эти метки не сопоставляются далее вот этого буда очень тяжелая крышка прям очень вес двигателя перенесен налево ну дохрена тут висит вот эта крыша я тоже можно взять извесить смотрите вот этот херня весит у нас тоже почти килограмм вот эта крышка у нас весит 270 грамм вот это вот далее опять убираем весы получается то что эти мопеды не рулятся потому что не слева висит вот это вот гантеля тут килограмм тут полтора килограмма еще висит вот так вот наружу она 140 очки у нас магнитик смотрит вовнутрь смотрите на сколько он выпирает ну там два два с половиной пальца вот это же вся херь да стой же ты падла просто на всю ладонь почти блин плюс все катушка из улицы висит как будто все мы будем выкидывать отсюда так далее господа по шпонка ночи подходит летаться сороковки сюда подходит магнит подходит что у нас еще остается также крышка вот здесь у нас есть кое-какой нюансик правда тут уже идет переделка видите я тут заварился отрезал это будут других уже видосах вот эта крышка она крепится на направляйках идут до просто до хренельярд болтов если вы ее выкидываете тут ведь как бы один два три четыре здесь всего три их и этого принципе достаточно ну конечно недостаточно их часто ломает но цену этого хватает если цепь вовремя натягивать она у нас встает сюда принципе идеально все сопоставляются шпилечки все четенько и магнит внутри магнит внутри при этой крышке прям от еле-еле начинает чиркать вот эту стенку вот здесь вот здесь внутри видите вот кстати это есть ну просто эта крышка была дефектно она варилась но ее из кусков собрал просто из пепла вот заключению скажу а так все про коленвалу я вам не сказал то что зажигание у нас выставляется по шпонке и все шпонки на коленвалах у нас вырезаны верхнюю грубо одну смотрят верхнюю мертвую точку что здесь я посмотрел что здесь есть просто же шатуна нет вот ну и тут тоже нет он просто здесь вот так же здесь как бы завода все унифицировано вы можете спокойно снять со своей альфы дельты зажиг даже если вы не хотите менять вот эту крышку просто на реально стоит денег в магазине можете найти бы уж на плиту магнит воткнуть все сюда и накрыть своей родной крышкой и оставить свой типа стартер ну муляж стартера потому что он уже работать не будет так как мы будем убирать обгонную муфту убирать всю эту чепуху так как это будет просто питок ну тут просто проектный движок такой собирается здесь стартер вообще не нужен я выкинул вот и вот устанавливается эта крышка из пепла короче я уже да там дохрена на болтал на 13 минут я смотрю вот что еще сказать что и что и что короче просто берете и ставить никаких проблем главное на фиксатор резвую гаечку здесь закрутить шпоночку и все будет четко все не очкуйтесь собирайте свои движки и пусть ваш альфы дельты валят